Всем привет! Это видео будет посвящено Async. Ну, не совсем, конечно, но частично. Хочется кое-что обсудить. Оно будет состоять из трех частей. Вот. Но в начале, естественно, первым делом, у меня есть профиль на Яндекс.Дзен. Тут всего три подписчика, чуваки. Это не серьезно. Нужно обязательно подписаться на Яндекс.Дзен. Так что вперед! Подписывайтесь! Это первое. Второе. На Бусти у меня тоже есть профиль. Если хотите поддержать автор канала, пожалуйста, вперед! Вам это будет стоить денег, а за это вы не получите абсолютно ничего. Напоминаю, да, то есть вы просто потеряете деньги. Но это тоже важно. Обязательно нужно было об этом сказать. Поэтому, чуваки, вот профиль на Бусти. Заходим и, так сказать, делаем вещи, о которых вы потом пожалеете. Вот, например, поддержка автора. Все! С этим тоже закончили. Итак, первая часть, она шуточная. Первая часть шуточная. Короче, есть такой сайт Photo Forensics, да, то есть это Asynth инструмент. Я про него тут почитал, посмотрел, но, к сожалению, нельзя попасть на сайт и воспользоваться им без VPN или без прокси-сервера, потому что Россию здесь забанили еще аж с ноября 2020-го, потому что нарушали, короче, русские пользователи правила. Порнография, детская порнография, какие-то ID, используемые для онлайн-мошенничества, фотографии, там, используемые для Human Traffics, это какой-то ужас, да, то есть торговля людьми, и фотографии, используемые, что-то там, для нелегального распространения наркотиков. Интересно, еще тут что-то. Короче, аж 90% всех загрузок из России нарушали правила, соответственно, нас забанили, забанили всю страну, представляете? Вот. Ну, кстати, не только Россию, там, я пробовал разные проксики, там, еще кого-то забанили, там, за 80%. В общем, у них правило такое, если больше 80%, то все банят. Но почему-то только вот для России это все на главной странице, у других нет. Ну, и, конечно же, раз Россия еще тут с Украиной воюет, то они продлевают бессрочно бан. Вот, кстати, вот эта приписка, мне кажется, лишняя, потому что они уже забанили Россию за нарушение правил. Зачем приписывать еще одно правило, если Россия уже в списке забанена? Понимаете? То есть, это как бы наказывают два раза подряд за одно и то же. То есть, вы уже нас заблокировали по одному из оснований. Блокировка. Все. Зачем это приписывать? Я не понимаю. Ну, ладно. Здесь, короче, такое. Вы можете воспользоваться проксиком и загрузить какую-нибудь фоточку, проверить ее на фотошоп, извлечь метаданные и прочее. Это такой сайт как раз для всякого рода расследований. Но мне тут понравилось кое-что интересное. Тут можно абсолютно спокойно зайти в туториалы даже без проксика. Вот здесь тренинги и вот здесь rcg russian circle групп. Вот это прикол. Так, russian circle. Вот давайте, это будет загадка. Первая часть, она шуточная, и это загадка. Короче, чуваки, здесь вы можете почитать. к сожалению, некая группа людей продолжала там загружать фотографии. Эту группу людей называют russian circle group. Вот, потому что они пишут какие-то тексты из России. Там, GPS-координаты указывают на Россию и там, какие-то бывшие советские республики. Украина, Белоруссия. Но вот про Украину я не верю. Украина в таком не могла запачкаться. Вот, Белоруссия, да, белорусы все время с нами, поэтому да, а вот Украина нет. И они, короче, подписывают свои картиночки красными стрелочками. Красными стрелочками, что бы это могло быть. Вот, и занимаются они этим аж с марта 2018 года. В общем, есть какая-то группа русских и белорусов, украинцев нет, которые загружают изображения с характерными красными стрелочками, что бы это могло значить. Вот здесь этот туториал покажет вам, что эти люди загружали и задаст вам вопросы. Вот азей, кто они такие, и вот азей дуинг, вот что они делают, кто эти люди. Давайте посмотрим, это реально интересно, тренинг. Переходим по тренингу. Здесь подсказки, что можно узнать. Некоторые картинки содержат GPS-информацию, а также текст на российском и белорусском. Если вы не читаете по-русски или по-белорусски, то вы можете использовать Google Translate. Они тут пытаются Украину примазать. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Так, ну давайте все-таки загадка, загадка, кто, что это за русский русский круг, что это за русский круг. Russian Circle, Circle Group, что это за такое? Вот картиночки. Давайте смотреть. Здесь их 5 375. Загружены Here the first picture from в общем первая с 2022 совсем недавно. Дайте посмотрим. Так. Какой-то лес, рогатка, судя по всему, и стрелка. Понимаете? Здесь, кстати, можно посмотреть, что, какие инструменты вам будут доступны, если вы не забанены, то есть, какую информацию сможете извлекать. Но поскольку это тренинг, то здесь как бы разблокировано. На самом деле, конечно же, нужно использовать прокси-сервер. Так, ну здесь метаданные, короче, вы можете посмотреть. Стрингс. На самом деле, вы можете отдельные утилиты использовать. То есть, стрингс, это в Linux обычная консольная команда. Метадата, это exeftool, спокойно извлечет то же самое. Но здесь некоторые другие моменты, которые позволяют определить. Вот, например, эта стрелочка, она явно прифотошоплена, насколько я понял, тут из описаний. Да. Вот, то есть, на фотографию прилепили. Ну это там, короче, какая-то информация по пикселям. Ну что, догадались, о чем речь? Нет? Ладно. Давайте дальше. Мы здесь можем выбирать. Давайте еще какую-нибудь фотку. Так. Здесь какая-то лавочка. Пометки закопан адрес 05 синяя искать внимательно P. Что это может быть? Я не понимаю. Какая-то лавка в каком-то парке имени кого-то там. Еще. Что это? Что это такое? Неизвестная дорога Прикопьевск Кемеровская область. Что это? Что это? Возможно, это место приземления инопланетян так помечается. Но мне так кажется. То есть, где-то здесь приземлялись инопланетяне. Здесь куча таких фотографий. 21-ое. Давайте в 21-ом году что было? Так. Подъезд какого-то дома. и стрелка указывает на подоконник. Что это может быть? А! Кот Матроскин. Я помню. Кот Матроскин сидел на таком же окне. И, видимо, это указано, где можно найти кота Матроскина. Вот. Так. Давайте еще посмотрим. Мне прям реально интересно, что это за фотографии? Здесь сразу три фотографии. вот реально какие-то разные масштабы. Что это? Что это все значит? Я просто не понимаю, чуваки. какая-то дорога, на ней тоже стрелка. Смотрите. Широта, долгота, возвышение, точность 3,8 метра. Что это? Показывают какой-то куст. Я не понимаю. Я не понимаю. Может быть, самую первую загрузим 17-го года? Ну-ка. Смотрите. я не знаю. Я не знаю. Дерево опять. Какой-то лес. Стрелки нарисованы. Что это все может значить? Кто-нибудь мне объяснит? Короче, чуваки, пройдите этот тренинг и попытайтесь сами разобраться, что это такое? Что это за подписи? Что это за надписи? Что это за стрелочки? Что они означают? Я лично не понял. Смотрите, просто показано дерево. типа вы можете залезть вверх по дереву. Ну, я так это понимаю. Другого объяснения у меня нет. Что это за русский русский circle group? What the fuck is this? На некоторых фотографиях нет стрелочек. Это странная фотография. Тут действительно нет стрелочки. Где стрелочка? Это же девушка нарисована. мы ее не будем открывать. Давайте почитаем, что здесь. Что это за девушка такая вообще? Может, она есть инопланетянка? Такс. Микс 1 гр прикоп 3 4 см приозерная 12а 3 падик справа как на фото. Это какие-то шифровки. Что это такое? Это шпионская сеть? Это девушка шпионка? Кто она? Давайте посмотрим, кто она? А при чем здесь? Если вы ее знаете, вы знаете, имеет ли она отношение к Russian Circle Group, то напишите в комментариях, что все это значит. Потому что я хоть убей не понимает какой-то что это? Что это? А здесь чего? Короче, чуваки, загадка. Для меня она так и осталась загадкой. Я посмотрел многие фотографии, но я не понял. Я не понял. Если вы поняли, то напишите в комментариях, что это за сеть такая, что это за хакерская группировка, это группировка уфологов, шпионов. Я не знаю. Я не знаю. Короче, прикольно. Прикольно. На этом все. Теперь мы переходим к Asynth. Я тут нашел интересную статью, в которой рассказывается, как обрезка и кадрирование изображения может кардинально поменять смысл того, что там изображено. вы наверное все знаете такие вот картинки, где демонстрируется, как работает современная пропаганда, да, то есть как события искажаются средствами массовой информации. Вот такая картиночка тоже. Это все как иллюстрации, да, как вам можно показать совершенно разные вещи, да, и вы будете думать совершенно что-то другое, да, как было на самом деле, как показали одним, как показали другим, да, соответственно, из одного и того же события можно сделать прямо противоположные выводы, как на самом деле угол СМИ, ну, вы понимаете, да, что я хочу сказать, что ракурсы, кадрирование, обрезка изображения, все это может очень сильно влиять на конечный результат, в том числе, если вы пытаетесь докопаться до правды, да, то есть если вы решили узнать правду, вам пытаются рассказать или нет. Вот такая То есть если обрезать изображение, то все может поменяться абсолютно полностью. Здесь три примера. Ну, я просто быстренько пробегусь, да, я не буду все их разбирать. В общем, на первом изображены футболисты и якобы, якобы всех чернокожих футболистов поставили на задний план, а всех белых, короче, поставили на передний. Это, кстати, по-моему, Макрон тут стоит, тоже радуется победе. Что-то французы выиграли на каком-то чемпионате по футболу. Неважно. В общем, смысл в том, что кто-то выложил фотографию, где всех чернокожих якобы поставили назад, хотя вроде как они там и принесли победу, а их всех, видите, задвинули. Но это чистый расизм, чистый расизм. Всех чернокожих ставят назад. На второй фотографии здесь мусульманские женщины, это тоже все якобы во Франции, которые пришли за пособиями. То есть тут центр поддержки семьи какой-то. В общем, они пришли за пособиями. То есть тоже это выдается, мол, смотрите, мигранты пришли за пособиями. Ну и третье, то, что опять же полиция Франции где-то избивает чернокожего. Ну, в общем, понятно, все три фотографии так или иначе связаны с проблемами иммигрантов, с расизмом. Но давайте разберем поподробнее. Во-первых, первая фотография у нас с мусульманами. Женщины мусульманской одежды стоят якобы получать какие-то пособия. И здесь написано, что продолжай работать, ты им нужен. то есть такой явный намек, что мигранты из исламских каких-то стран, они будут собственно жить за счет простых французов. В общем, можно сделать такой вывод. Но на самом деле, если поискать оригинал этой фотографии, да, то станет понятно, что во-первых, никакого вот этого синего логотипа на фотографии просто нет, его добавили. А во-вторых, оказывается, что на полной версии вот этой фотографии не обрезанный. Можно заметить автомобиль, двигающийся немножко не по той полосе, как во Франции, потому что речь идет о правостороннем движении, да, то есть здесь машина едет, как если бы она ехала в стране, где правостороннее движение. На самом деле, оригинальная фотография была снята в Великобритании. Да, плюс здесь на заднем плане виден знак автобусной там, этой остановки, которая есть только в Великобритании. И вот там, собственно, машина. Да, и соответственно, на самом деле на оригинальной фотографии есть знак из Лондона, там лондонских автобусов, плюс на самом деле это полицейский участок, а не центр помощи семьям. В общем, поиск по similar images, да, по похожим фотографиям даст нам полную картину, что на самом деле это фотография обманка. То есть они не пришли за пособиями, они пришли там на какую-то проверку в полицейский участок, это, по-моему, было после каких-то терактов, да, то есть шли массовые проверки, и происходило это все в Лондоне, на что, собственно, указывает знак и автомобиль. Как видите, манипуляция, так сказать, на славу вышла. И самый прикол в том, что я пытался найти вот эту оригинальную фотографию, но, не знаю, даже ни Google, ни Яндекс практически эту фотографию не находят сейчас. Может быть, раньше ее можно было найти, но сейчас, если я буду через Яндекс искать, большая часть фотографий будет вот с этим синим плакатом, что указывает на то, что это чистый фейк. То есть, фейковое изображение сейчас найти проще, чем оригинальное. И в лучшем случае вы наткнетесь на разоблачение этой фотографии, да, то есть, там будет и вот эта фотография, и оригинальная, вот. Но найти отдельно оригинальную я так и не смог, поэтому я даже не знаю, что думать. То есть, фейковые фотографии по сети ходят более активно, чем оригинальные. и разоблачение, там буквально несколько ссылок на разоблачение, а все остальное это всякого рода демотиваторы, какие-то фейковые статьи, которые говорят о том, что вот, мол, смотрите, мусульмане пришли за пособиями. Но здесь мы разобрались, да, что можно так скадрировать, что не будет понятно, в какой стране это было снято, и можно дальше уже манипулировать с фотографией, вставлять все, что угодно. Главное, скрыть то, чего ты не хочешь показывать, а именно какие-то знаки, автомобили, которые едут не по правильной полосе и прочее. Вот, кадрирование все решает. Еще один пример, здесь говорится о том, что, типа, смотрите, проявление расизма всех чернокожих поставили назад, и они вот зиги кидают, так сказать, из-за спин белых чуваков, которым в руки дали кубок, они все радуются, а черные парни где-то там на задворках. Но если искать, опять же, полную фотографию, то можно найти, что на самом деле есть кусочек, где на переднем плане стоят несколько черных футболистов. Да, здесь тоже предлагается искать по похожим фотографиям, да, и в конце концов вы найдете оригинал. То есть, видите, можно представить все как проявление расизма, да, хотя на самом деле это не так, и люди стоят впереди. третий пример это про то, как избили какого-то чернокожего парня, возможно, его даже убили, потому что его бьют очень жестоко. Вот, но здесь cropping the video to make finding the source more difficult. Да, обрезание видео может усложнить поиск оригинала. здесь, короче, говорится о том, что на видео есть элементы интерфейса телефона, с которого это видео демонстрируется. И для того, чтобы найти оригинал необрезанный, нужно поработать с изображением, нужно избавиться от элементов телефона, которые видны, нужно вырезать только само изображение. Собственно, ну, я так делал, когда вот искал про якобы там затопление крейсера Москва, там тоже я пробовал вырезать разные кадры, да, и обрезать все лишнее. Так что, если вы будете искать просто по оригинальному видео, вы можете ничего не найти. И вам нужно именно вырезать кусочек, да, вот видите, тут элементы телефона, которые вам будут мешать. В общем, если вырезать кусок изображения и уже искать по нему в Google, то вы можете найти оригинальное видео, и это будет не Франция, да, то есть, здесь утверждается, что это французская полиция избила там до смерти африканца. На самом деле нет, это австралийская полиция это сделала. Такой поиск дает результат. В общем, в конце здесь некоторые рекомендации о том, как работать, если изображение там обрезано. То есть, во-первых, здесь говорится, что вы можете провести reverse image search, обратный поиск изображений, да, чтобы найти изображение большего размера, да, и возможно это изображение будет включать больше говорящей информации, да, потому что когда вы ищите изображение, там есть варианты, то есть варианты размеров изображения, вот, и, соответственно, таким образом вы можете найти необрезанную версию, ну, оригинальную версию изображения. Да, если вы ничего не нашли, то попробуйте поиск похожих изображений. Если вы имеете дело с видео, на котором могут присутствовать какие-то лишние элементы, да, вы можете обрезать это видео и попробовать опять же reverse image search по скриншотам из этого видео. В общем, как видите, рекомендую ознакомиться с этой статьей, вот, собственно, ссылочка, вы легко можете найти эту статью по заголовку, да, cropped can change everything, например. На самом деле здесь нужно понять одну вещь, что вот эти фейки, они создаются не потому, что кто-то что-то не понял или в чем-то не разобрался или не имеет каких-то там знаний. Фейки просто делаются абсолютно намеренно, чтобы вас обмануть. То есть прекрасно человек, который занимался этими обрезками, он прекрасно знает, что в первом ряду стоят чернокожие футболисты, он же видел оригинальную фотографию. Соответственно, он сто процентов знает, что никакого проявления расизма на фотографии нет. Человек сто процентов знает, что эти мусульманки стоят не во Франции, они стоят в Лондоне и стоят они не возле центра там помощи семьям, а возле полицейского участка. То есть вас пытаются вводить в заблуждение абсолютно намеренно. Хочу еще такой пример привести, связан он с лунным заговором. все вы знаете, что большинство вот этих нестыковок якобы, которые заметили на видеосъемках с Луны, они связаны с тем, что люди просто плохо понимают какие-то физические законы, какие-то явления, плохо разбираются, например, в устройстве фотокамеры, не понимают, что такое выдержка. Поэтому им кажется, что звезды на небе просто забыли нарисовать. Хотя, ну, понятно, что дело в выдержке. Если бы фотокамера была настроена на то, чтобы снимать звезды, то тогда лунная поверхность была бы пересвечена. Об этом любой фотограф прекрасно знает, что слабый источник света, он не будет хорошо заметен, если ты не используешь более большую выдержку. Но тогда ты можешь пересветить все остальное. То есть, это понятно. развивающийся флаг и прочее. То есть, это связано с тем, что люди плохо понимают физику. Но проблема со всеми этими теориями заговора в том, что некоторые люди сознательно занимаются просто фальсификациями. То есть, тебе выдают просто реальный фейк, реальную фальсификацию, искажение фактов и предлагают это опровергнуть. Типа, если американцы все-таки были на Луне, то как ты объяснишь, допустим, вот эту фотографию, где в отражении видно два астронавта, а третий, соответственно, снимает. Но всем известно, что обычно высаживалось два человека высаживалось на Луну, один оставался на орбите. То есть, например, в первой миссии, да, там, Аполлона-11 высаживались Бас Олдрин, Луи Армстронг, саксофонист известный, и на орбите оставался Майкл Коллинз. Вот. Это как бы все знают. А здесь мы сразу видим, что два человека отражаются, и сторонники теории заговора будут предлагать вам опровергнуть. То есть, как ты можешь это опровергнуть? Ну, не знаю, никак. Единственное, что я могу сказать, ну, наверное, это все в павильоне снималось, да, то есть, никто на орбите не был. Но, конечно же, это просто юмор сотрудников, то есть, это просто шутка. Кто-то взял и специально подретушировал эту фотографию, да, добавив отражение третьего астронавта. Но, дело в том, что даже когда стало известно, что это шутка, да, это просто обычный фотошоп, то сторонники лунного заговора начали утверждать, что это не добавили третьего, а на оригинале убрали. То есть, все, что угодно используется в интересах теории заговора. То есть, даже когда там сотрудники НАСА говорят, что ради шутки добавили третьего, да, а на самом деле его в отражении быть не должно, сторонники теории заговора будут утверждать, что на самом деле третьего участника просто стерли. Понимаете? И в этом проблема, что люди цепляются за ложную информацию, абсолютно не воспринимают никакую другую. И самое главное, что если вы не можете по какой-то причине выявить, что это сознательное, сознательное искажение фактов, что вас сознательно пытаются обмануть, то вы будете вынуждены опровергать очевиднейший фейк. И в этом определенная проблема. Соответственно, многие вот эти теории заговоров, они строятся на фальсификациях. Вот, например, плоскоземельщики, да, они даже делают какие-то эксперименты, которые якобы доказывают там, что земля плоская. Но при этом в этих экспериментах они допускают сознательные ошибки. То есть этот эксперимент сделан абсолютно, ну, он ложный. Они просто там искажают факты, искажают все, что угодно, там, фальсифицируют измерения, которые они производят. И потом выдают вам результат. Мол, смотрите, мы провели эксперимент, который там проводил какой-то ученый даже, тоже фейковый. и земля-то плоская оказывается. Видите, никаких искажений нету, никакой кривизны нету. Мы ничего этого не наблюдаем, а мы ведь использовали высокоточные приборы. Но на самом деле весь эксперимент может быть просто постановкой. Никаких приборов не использовано, цифры просто взяты из головы, какие удобно. Но самое главное, что потом, потом другие сторонники этой теории будут ссылаться на этот эксперимент и предлагать вам опровергнуть. Смотри, проведен эксперимент, как ты его опровергнешь, если он точно показывает, что земля плоская. Поэтому проблема всех вот этих теорий заговора и фейков она не в том, что люди в чем-то не разбираются, они там чего-то не знают, а в том, что они сознательно пытаются вас обмануть. Это абсолютно, то есть, это такая цель. Да, то есть цель именно вас обмануть. Ну, серьезно, смотрите, вот, вот это прикольно, короче. Фото астронавтов без шлемов доказывает, что высадка на Луне фикция. То есть, вот приводится фотография, где якобы на Луне астронавты без шлемов. Клоунафты, да, кто-то подписал. И здесь в этой статье она называется Stop Fake, да, и здесь, короче, дальше это на полном серьезе опровергают. То есть, вы понимаете, кому-то, кому-то на полном серьезе нужно, чтобы ему опровергли очевиднейший фейк о том, что на Луне нельзя находиться без шлема. Но здесь, да, вот давайте объясняем, почему эта теория не верна. И дальше несколько абзацев о том, что, короче, ну, это неправда. То есть, на самом деле, на Луне без шлема находиться нельзя. И кому-то нужно это на полном серьезе объяснить. то есть, люди настолько глупые, что ли, или что, что им надо это объяснять, что они не могут сами догадаться, что фотография, скорее всего, ну, точно не на Луне. Да, это просто кошмар. И самое главное, что вполне возможно, кто-то будет потом эту фотографию на полном серьезе использовать, доказывая, что вот, мол, смотрите, что это такое, клоунафты. Ну, круто, о чем. Ну, и последняя часть, она будет связана с примером. То есть, мы разобрали, да, что люди, во-первых, могут манипулировать с данными, то есть, с фотографиями, там, с видео, для того, чтобы ввести вас в заблуждение. И второе, что люди это делают сознательно. Не потому, что они добросовестно заблуждаются, а потому, что у них такая цель вас обмануть, ввести вас в заблуждение сознательно. Вот. разберем один пример. Короче, это будет пример, связанный с обстрелом торгового центра Ретро Виль в Киеве. Да, ну, все вы, наверное, видели эти кадры, когда там ракета Кинжал взрывает торговый комплекс. Да, очень мощный взрыв. Как бы, Министерство обороны объясняло это тем, что там на стоянке была военная техника и боеприпасы. Вот. Давайте посмотрим. У нас тут есть такой канал, я даже не буду его рекламировать, ну, сами видите, на экране все написано фейки и несостыковки. Вот такое замечательное видео, то есть, здесь человек тоже разбирается в фейках, несостыковках. Давайте посмотрим, как же он это делает. Минобороны России опубликовало видео о том, как они доблестно зафигачили бендеровцев и в этом торговом центре. Значит, официальная версия такая, что там был склад боеприпасов, и поэтому туда жахнули ракетой. Видос взят с топора, кстати, и не только он был в топор, он там в разных российских пабликах был, но в частности, это я скачал с топора. Давайте посмотрим этот видос как бы вместе, там есть более короткие версии, но вот это я нашел как бы самое длинное, сколько оно идет, минута 16 секунд. Возможно, у кого-то есть более длинные версии, но я не находил. Значит, это то, что Минобороны демонстрируют, то есть какая-то нарезка видосов. То есть изначально нам, давайте в начало, то есть изначально нам показывают, начиная ночное ведение, типа там спецпилотника, со спутника, нам показывают какие-то цели, обозначенные. Смотрите, то есть это какой-то дом, еще, еще, то есть что-то, типа это техника какая-то, вот это злые бандеровцы там, и еще там два дома. Да, давайте посмотрим. Да, очень интересно. Во-первых, человек здесь четко говорит, что он не нашел других видео, другой продолжительности, да. Во-вторых, вот он показывает вот эти квадратики, да, и говорит, что это какие-то, видимо, цели со злыми бандеровцами. Ну, опять же, давайте посмотрим. У меня тут есть другое видео интересное. Но это, к сожалению, конечно же, я тут нашел видос на телеканале Звезда. Телеканал Звезда, естественно, это у нас пропагандистский канал, да, он абсолютно пророссийский, но все равно, это же как бы источник информации. Давайте просто кое-что покажу. Из установок РССО разместилось фактически в чистом поле, но неподалеку от оживленного шоссе. Тут же произвели привязку к местности. Пять домов, один из которых, очевидно, жилая высотка, позволили безошибочно определить местоположение цели. Понимаете, да, теперь, что это за циферки, что это никакие не злые бандеровцы, да, это привязка к местности. Смотрите, мы можем не верить телеканалу Звезда, да, то есть, ну, возможно, он врет, да, то есть, это совершенно другое, да, то есть, это не привязка к местности, да, там, чтобы определить что-то. Но все равно, если ты делаешь какое-то опровержение, то ты можешь использовать слова о том, что это привязка к местности, и попытаться это как-то, ну, соответственно, разоблачить, да, и доказать, что это злые бандеровцы там сидят, а не привязка никакая. То есть, даже если ты считаешь, что какой-то источник информации, он 100% недостоверный, ты все равно можешь его использовать в своих целях, да, то есть, чтобы его опровергнуть. Вот. Здесь же человек просто, походу, ну, делает какие-то свои выводы, да, не основанные вообще ни на чем. Он видит какие-то квадратики, какие-то циферки, и ему вообще до фонаря, что это такое. Хотя, по идее, он мог бы найти видео в российских источниках, да, и сказать, что по мнению Министерства обороны, которое я там не разделяю, это, типа, необходимо для привязки к местности, чтобы определить там, откуда точно происходили пуски вот этих систем град. Идем дальше. Типа, где он тут? Вот я запускаю. Вот он. Ага, вот с этого места идет пальба. То есть отсюда вас стреляет град. То есть вот они. Он показывает, что тут стоят. Вот, показывает опять на пустыре, неком пустыре стоит град. И, ну, это наш, типа, ну, не типа, это наш ВСУ град. Вот он стреляет, отстреливается. Град стоит на пустыре. То есть вот показывает пустыре. Потом показывает, что едет какой-то автомобиль. Это реально та местность, где все это жахнуло. Потом вот он торговый центр. Следующие кадры. То есть показывает этот торговый центр, там с беспилотника. То есть вот он, вот он, вот он. Прошу обратить внимание, что рядом, ну вот рядом, вот стоит стоянка, парковка. Там стоят легковые машины. Они не похожи на военные машины, в принципе. То есть вот она, парковка. И вообще парковка как бы пустая, в принципе, сама по себе пустая. Ну то есть... Да. Здесь мы можем как раз увидеть эту манипуляцию с обрезкой видео. Он как бы говорит, мол, я искал, искал, да не нашел. Но на самом деле, я чуть позже объясню, что, скорее всего, это была сознательная манипуляция. Действительно, на ютубе есть разные версии этого видео. Да, там есть полная версия, есть как раз вот с обрезкой. Да. Но мы можем посмотреть, что на оригинале. Вот я возьму отсюда, хотя можно на ютубе найти. Да, здесь вот, например, даже есть момент, где Коношенков, допустим, тот же выступает. И на заднем плане будет... Да, вот на заднем плане у него как раз полное видео. На самом деле, я могу и полное видео показать, да, там, скинуть ссылку в описании, допустим. Где есть вот этот момент, где заезжает машина. ...возможность этого оружия, не только по дальности, но и по типу заряда. Вот эти кадры с полной версией о том, как машина подъезжает к стоянке. И потом задним ходом она будет заезжать, короче, на парковку. У нашего вот этого автора этих кадров просто нет. Тут даже потом можно будет посмотреть, как там Коношенков на фоне вот этих же кадров выступает. Так, я решил найти просто более полное видео, да, чтобы показать, какой момент был вырезан нашим, нашим автором. То есть вот этот момент он не показал, что подъезжает машина, и дальше она задним ходом заезжает на эту парковку. Вот здесь уже плохо видно, но она едет задним ходом и заезжает внутрь. Вот и оказывается, как бы на стоянке этого торгового центра. Но автор этого не показывает, и он начинает сразу акцентировать внимание на том, что смотрите, на парковке стоят гражданские автомобили. Ну как бы да, как бы да, действительно стоят гражданские автомобили. Но то, что за секунду до этого туда заехал, так сказать, не совсем гражданский автомобиль, вот на стоянку, он об этом не говорит. Вот он, это главное здание, вот он, этот торговый центр. Опять нам показывают, то есть, что вот он, этот торговый центр, что там вот, вот, вот. Причем, опять же, такие, вы же сами показываете, что какие-то вот они рядом там дома, что-то туда-сюда. Но, тем не менее, мы жахнем по торговому центру, зашибись. Ну, опять же, опять же, человек просто не разобрался. Он бы мог использовать, скажем так, вражескую пропаганду, которая говорит о том, что это для привязки местности. Соответственно, все эти дома, на самом деле, не являются целями. А в его сознании, типа, вот, мол, мы выделили пять целей, а жахнем по торговому центру, который, на самом деле, ну, вообще тут ни при чем получается. То есть, вот оно, все, прилетает ракета и валит этот торговый центр. Офигенно. Еще раз, официальная версия, там хранились боеприпасы, туда свезли, короче, там сделали штаб, и там, ну, насчет штаба я не уверен, но то, что боеприпасы там были, это везде рассказывают о том, что там были боеприпасы. Я, конечно, не знаю, вроде как этот кинжал, да, который поражал эту цель, вроде достаточно мощная ракета, но я видел, как бы, мнение о том, что вот этот взрыв, на самом деле, один кинжал сам по себе он бы не вызвал. То есть, боеприпас хоть и мощный, но вот такого взрыва не было бы, если бы там реально не было склада боеприпасов, который, собственно, и сдетонировал. Я сейчас уже не смогу, к сожалению, привести каких-то доказательств, потому что просто где-то прочитал, поэтому, возможно, это неправда. Да, но, тем не менее, взрыв реально невероятно мощный, вот, и то, что одна ракета такой урон может нанести, это, если это одна ракета, да, то тогда это просто очень крутая ракета, но если там был склад с боеприпасами, тогда все объясняется гораздо лучше. Опять же, если вам интересно, вы сами поищите, да, то есть, вот этот взрыв, это результат действия самой ракеты, да, что в ней столько взрывчатки, или это результат подрыва каких-то боеприпасов. Вот, просто, это вам, так сказать, домашнее задание. Да, я уже задания раздаю домашнее, представляете? Там были боеприпасы, там были боеприпасы. У меня вопрос, в общем-то, ну, простой, логичный вопрос. Если вы в начале видоса показывали, что здесь грады отстреливаются, да, отмечали какие-то здания, которые вообще не рядом с этим торговым центром, да, вот, град стоит, отстреливается. У меня вопрос, ну, во-первых, град, он отстрелился и уехал, ну, как бы, пьяному ежику, понятно, но дело не в этом. Если вы засняли вот это, в чем проблема тогда показать хотя бы там 5 секунд колонны грузовиков, которая стоит возле этого торгового центра военной техники и что-то разгружает? Это будет видно как ночью, так и днем. Так, во-первых, я иду в интернет и ищу. Дело в том, что тут некоторые сайты украинские, они заблокированы, поэтому попасть на них можно только через стор или, опять же, через какой-нибудь проксик. В общем, пожалуйста, вот в Киеве задержали тиктокера. Это депо UA, Киев, депо UA. То есть это никакой там, это никакая там звезда, да, там, риа-новости какие-то, нет. Задержали тиктокера, после публикации которого россияне уничтожили ретро-виль. И там есть вот такие фотографии. Собственно, человек сделал вот такую фотографию, показал военную технику. Это к вопросу о том, что не всегда нужно, не всегда нужно пользоваться только одним источником. То есть есть видео от Министерства обороны, это хорошо. Но мы можем поискать еще что-то, что подтверждает или опровергает слова там Коношенкова или кого угодно. Чувак спрашивает, а где там какое-то видео или что-то с колоннами военной техники? Ну, я тоже не нашел никаких колонн, но я, допустим, нашел вот эту фотографию. Вот, и ее активно используют украинские средства массовой информации. Так что, да, видео с чуваком, который запостил, да, тут запостил видосики, запостил фотографии. Да, он уже, это он где? Да, он уже на сайте Миротворец, все нормально. Соучастник преступлений российской власти. Он диверсант-наводчик, но возможно, возможно. Так, навел ракеты. Ну вот, собственно, человека уже внесли на сайт Миротворец. Все его соцсети тут выложили. Отлично. Вот еще один источник, тоже украинский. Сегодня ночью крупный столичный ТРЦ «Ретро Виль» был уничтожен ракетой и огнем оккупантов. Вместе с ним несколько автомобилей из жилых домов, а в радиусе нескольких километров от взрыва в квартирах повылетали окна. Погибло 8 человек. Трагедии можно было избежать, если бы пользователи не выкладывали фото с нашей военной техникой, которая находилась рядом с ТРЦ. От себя я могу только добавить, что трагедии можно было бы избежать, если бы военную технику не размещали в гражданских объектах и в жилых районах. Да, это тоже может помочь избежать какой-нибудь трагедии. Да, и вот опять же фотография, которая подтверждает, что на территории торгового центра была техника. Да, вот здесь комментарии. Знаете, почему прилетела в «Ретро Виль»? Потому что какая-то тупая вагина или какой-то... Не разбираю, что это за слово. Какой-то, в общем, утка, по-моему. Выложил фотку с нашей техникой. Не выкладывайте фото техники и прилет. Вот и все. Вот и все. Да, здесь также указывается, что 90% информации враг берет из открытых источников. А как мы знаем, открытые источники – это как раз OSINT. То есть Open Source Intelligence. Телеграм-каналы, чаты, паблики, соцсети, публикациях в Инстаграм. И в конце тут интересно, что такое открытая разведка. Open Source Intelligence – разведка из открытых источников. То, чем сейчас пользуются и ВСУ, и враги. Она о том, что местные жители... Какая-то тут формулировка глупая. Если не умеешь писать по-русски. Разведка о том, что местные жители снимают на свои телефоны видео и загружают их в социальные сети. Тот же ТикТок. А потом эти видео становятся данными разведки и помогают раскрыть дислокацию количества противников. Ну и вот еще одна новость тоже. Задержали ТикТокера, после поста которого разгромили ТРЦ. То есть на самом деле мы можем найти видео от Министерства обороны. Мы можем найти фотографии. Мы можем найти какой-то пост в ТикТоке. То есть на самом деле много чего мы можем найти. И убедиться в том, что техника была. Они бы не стали писать, что типа не выкладывайте. Трагедии можно было бы избежать, если бы не было фоток с нашей военной техникой. Ну так значит техника внутри была. И украинские источники как бы с этим согласны. Что да, там внутри была техника. Ее сфотографировали и поэтому прилетела. А что говорит наш автор? То есть ну как бы вот милитари техника. Они что-то разгружают. Ну типа это военная техника значит что? Скорее всего это какие-то боеприпасы. В общем какие-то военные ништяки. Поэтому мы типа вот военный объект это стал военным объектом. Мы жахнем его ракетой. Почему бы такое они хотя бы для логика какой-то логической цепочки не показать? Нет, нихрена. Нам наоборот нам показывают град, который отстреливается. Где-то рядом. Причем даже не с парковки этого торгового центра. А вообще где-то он стоит на пустыре. И опять же град отстреливался и уехал. Это дело пары минут. Потом какая-то машина едет. Этого военного эксперта удивляет, что град оказывается не отстреливается рядом со складом, где у него там боеприпасы и прочее, а едет на какой-то пустырь. Интересно почему? В самом деле, а почему так делается? Вот я тоже не понимаю. Ведь удобнее же стрелять именно, скажем так, оттуда, где ты находишься постоянно. Ведь так тебя проще заметить и проще, что прилетит в это место. А они неправильно делают. Они отстреливаются на каких-то там пустырях, а потом оттуда спешно уезжают. Ну это ошибка, мне кажется. Такая тактическая. Ну типа тот же может град, может нет. Ну то есть вот он. Непонятно на видео. И дальше он нам пока... Кроме того, ехать далеко. Серьезно. Выехал из торгового центра и тут же с парковки стреляй. В чем проблема? Я согласен здесь с автором. Действительно, очень странно. Куда-то ехать, на какой-то пустырь. Вот это торговый центр. То есть, ну и что, машина поехала? Окей. Машина там могла проезжать? Окей. Машина там могла проезжать. Он сознательно не показывает, что она не просто проехала. Она заехала и задом потом, так сказать, на стояночку. Он об этом почему-то сознательно не говорит. Где логическая связь? Да-да-да. Вот это самое главное, что вырезав небольшой отрезок видео, да, буквально несколько секунд, как там машина задом заезжает и не предоставив абсолютно никаких других доказательств, типа фотографии, он делает, ну, для своей версии, для своей версии абсолютно правильный вывод. Типа, смотрите, есть какие-то непонятные квадратики, да, которые непонятно на что указывают. Есть какая-то машина, которая где-то в пустыре стоит, а потом едет по дороге. А потом сразу показывают торговый центр. Где связь? И для его версии это очень удобно. Действительно, связи никакой нет. Проехала машина, постояла на пустыре. Как это связано с торговым центром? Так никак, в том-то и дело, потому что вся связь была в этих нескольких секундах, которые он вырезал. Логическая связь в том, что просто идет уничтожение инфраструктуры. Не могу взять Киев, значит, я его уничтожу. Под Киевом уничтожаются склады с продовольствием, склады с какой-то бытовой техникой, промышленной. Это вранье, склады с бытовой техникой не уничтожаются, потому что если уничтожить склад с бытовой техникой, как же можно украсть стиралку или холодильник? Это вранье. Склады с бытовой техникой захватываются и разворовываются. Он бы еще сказал, что бомбятся склады с нутеллой. Но это совсем вранье. Промышленные какие-то объекты, которые экономически значимые, скажем так, то есть какие-то производства, цеха, то есть все подчистую уничтожается. Я не могу взять, значит, я испепелю, чтобы ничего здесь вам не досталось и вам не было. И вот тоже так же с этим торговым центром. То есть вот он здоровый, этот торговый центр. И как бы, да, один удар сочный. Опять вот отмечается, что что-то стоит рядом, дома. Почему не жахнули пожилым домам? Ну, потому что, опять же, во-первых, Министерство обороны, оно многократно заявляло, что пожилым домам они в огонь не ведут. А его почему-то это удивляет. Он почему-то прям желает, чтобы российские войска жахнули пожилым домам. А зачем? Я, конечно, понимаю, что у нас все бессмысленно. То есть у нас там людей убивают, потому что все палачи, орки, а некоторые так и вовсе буряты. Но почему он прям так хочет, чтобы жахнули пожилым домам? Кроме того, я уже сказал, он не разобрался. По нашей версии, по версии вот России, это как бы обозначение для привязки к местности. Если у него есть возможность это опровергнуть, что это не привязка к местности, а это цели, так пускай он это сделает. Дело в том, что даже источник информации, которому ты не доверяешь, его все равно можно использовать в своих каких-то целях, чтобы опровергнуть. То есть как там доказательства от обратного провести. Вот он может использовать. Я утверждаю, что это, ну не я утверждаю, а российская сторона утверждает, что это маркеры для привязки к местности. И, соответственно, он со своей стороны может это использовать, чтобы опровергнуть и доказать свою точку зрения. Но он этого почему-то не делает. Он просто не понимает, да, что это такое. И своего мнения у него тоже нет. Это типа цели, чтобы жахнуть по домам. Но по ним не жахнули. Значит, это не цели, что ли? Короче, я сам запутался. Вы их показывали и отмечали, что вот здесь что-то стоит. Почему? По торговому центру. Причем четко сказать, что это случайность. То есть ракета четко прилетела вот туда, куда показывает беспилотник. Ну то есть не то, что беспилотник показывает куда-то на это, на один корпус, а ракета прилетает куда-то там вообще в стороне. Ну, ракета прилетела четко туда, куда показывает То есть, в чем, как бы, логика? Ну, в чем, в чем? Логики нет, вот в чем логика Как бы, все, как бы, пожалуйста Вот то, что я рассказал, ты тоже можешь снять Такой же ролик и сказать мне, что Я не прав, что вот это логично Вот это такая-то тактика, а вот это, вот это Пожалуйста, сделай такой ролик, покажите Может, я не прав, действительно, может, я что-то не понимаю Окей, ну, сделай, покажи Ну, хорошо, вот я как раз и сделал Такой ролик, ну, он у меня Как бы на стыке асинт И каких-то своих мыслей Опять же, любой может Сделать ролик и Написать уже, что, типа, я не прав И это тоже будет, в принципе, нормально Только так можно Какую-то правду Все-таки откопать, вот в море этих фейков Так что я думаю, что все правильно Ну, что-то я такого Не видел, не вижу И 100% я не увижу Ну, я еще не закончил записывать Я вот прямо сейчас записываю, не волнуйся Все будет Короче, еще проблема в том Вот этого видео Например, здесь есть комментарий, да Что второе видео показано не полностью Вот Здесь много таких комментариев Что видео обрезаны Но Был еще один комментарий Который говорил о том Что автор удаляет комментарии Со ссылками на полное видео И я тут пытался Вот сейчас Поискать И я уже не нашел этого Комментария Возможно, его тоже удалили И если это действительно так То тогда получается Что это не добросовестное Заблуждение автора Который просто не понял Что видео Которое он нашел Где-то на просторах интернета Да, оно не полное И, соответственно, делал выводы Основываясь на недостоверном видео Да А он сознательно Он сознательно Использовал обрезанное видео И он сознательно удаляет Ссылки на полную версию Чтобы его версия оставалась Единственной правильной Вместо вывода Более тщательно относитесь К источникам Потому что Если это видео Или фотография Она может быть обрезана Как-то там кадрирована Да Если это видео То какой-то кусочек Может быть вырезан заранее Поэтому старайтесь Искать видео Там максимальной длины Искать фотографии Да Разных размеров Да Чтобы убедиться Что ничего не вырезали Нигде там Удобным образом Не откадрировали Вот Потому что Любой вывод Который вы сделаете На основе Недостоверных источников Этот вывод Тоже будет недостоверным Попробуйте все-таки узнать Что же это за группа такая Russian Короче Circle Group Что это за Russian Circle Group Такой Попробуйте все-таки Узнать И напишите в комментариях Потому что я так и не понял Кто это такие Это какие-то супергерои Или что Супершпионы И еще один момент В самом конце Дело в том Что Рассказывая про лунный заговор Я сознательно назвал Нила Армстронга Астронавта Я назвал его Луи Армстронгом И сказал Что он саксофонист Если вы досмотрели ролик до конца То вы теперь понимаете Что я Как бы это сделал специально Вот А вы молодец Вы молодец Вы смотрите ролики до конца Если же вы Не досмотрели ролик до конца То скорее всего От вас В комментариях Будет Сообщение О том Что я Как бы Напутал Да И назвал Нила Армстронга Луи Армстронгом Вот Если такой комментарий Действительно Будет То я вас Забаню Потому что Такие зрители Мне не нужны Мне нужны Внимательные Которые смотрят до конца Даже если ролик длинный Вот В общем Имейте это ввиду А пока Так сказать На этом все Субтитры сделал DimaTorzok